Как сделать потайной люк, сейчас я вам расскажу. Всем привет, друзья! С вами канал Рукожоп. И сегодня мы поговорим про то, как сделать люк. Над ним будет фанера, над фанерой будет ламинат. И вот была такая страшная проблема, связанная с тем, что обычные петли, которые можно поставить, они ставятся либо, они будут торчать над ламинатом, что нам сильно не хотелось, либо можно сделать люк потайной. Как сделать потайной люк, сейчас я вам расскажу. Начинаем. У нас на полу вот здесь люк. И у этого люка изначально вот здесь было колечко. Оно было, конечно, хорошо. Здесь стояли петли. Никого это не смущало, пока мы сейчас не решили сделать ламинат. Что мы делать будем сейчас? Идея такая. Мы вставляем сюда крутилку и поднимаем. Сейчас расскажу, как это делается. Берем дрель. До того, как брать дрель, нам нужно купить гаечки мебельные, забивные, вот они такие. И под них купить ручки. То есть ручка тоже продается в любых хустоварах, можно купить. И конструкция будет примерно такая. Делаем следующим образом. То есть берем сверлышко немножко толще, чем диаметр вот этого, этой ручки. То есть у нас здесь М6, значит можно взять М8 спокойно. Сверлышко на 8. Потерял его, наверное, вот это. Ну да. Берем сверлышко. И сверлим люк. Вот я сейчас здесь сделал специально, чтобы паси. Можно было двумя ручками вытернуть его отсюда. Вот прошел. Давайте сразу убедимся, что ручка засовывается. Вот. Засовывается. Входит илок. Дальше. Достаем люк. Переворачиваем его кверх ногами. Вот оно. Отверстие, которое мы сделали. Берем перевод сверлышко под заливную гаечку. Вот оно как раз, да, 18-е у нас. И сейчас мы рассверлим отверстие для того, чтобы эту гаечку утопить и зафиксировать. Достаточно. Дальше. Вставляем ручку. Так. Вставляем забивную гаечку. И ее вытащим сюда. И вдавим ее просто ручкой сначала. Для того, чтобы гаечка здесь зафиксировалась. Вот, но есть все равно проблема, связанная с тем, что человек, который будет закручивать ручку, может не попасть, надавить на нее или еще что-нибудь нехорошее сделать. Поэтому нам надо эту гаечку здесь зафиксировать, чтобы она, в принципе, вылететь не могла. Для этого берем, берем два самореза, выкручиваем сначала вот эту ручку. Чтобы она нам не мешалась. Гаечка забивная уже там, внутри. Вот так. Верну. Берем два самореза. И аккуратненько... Ах, прокок. Ее нету этой... Фасочки. И вот так вот вот сюда. Раз, завернули. И заворачиваем два. Длинные не нужно. Особо прочности здесь никакой не будет. А у них задача только зафиксировать эту гаечку, чтобы она не вылетела вниз в процессе эксплуатации. И теперь смотрите, что у нас получается. Потому что люк закрывать неудобно. Можно прихлопнуть пальцы. Мы закручиваем ручку раз. Мы закручиваем ручечку два. Так. И крышку кладем просто на место красиво. Все. Соответственно, ручки выкручиваем. А сверху у нас будет лист фанеры, на котором будет лежать ламинат. Красиво. И все. Собственно говоря, элементарно. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик, написать комменты, если у вас есть идеи еще интереснее. У меня есть второй люк, если что, попробую сделать по другой технологии. С вами был канал Рукожоп. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok